Вы смотрите «Вечер во Владимире». Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии прежний 44 40 47. И сегодня у нас в гостях директор Департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области Любовь Евгеньевна Кукушкина. Здравствуйте, Любовь Евгеньевна. Добрый вечер. Любовь Евгеньевна, конечно, время уже прошло, почти две недели, но тем не менее, поздравляем вас с прошедшим уже профессиональным праздником. 8 июня социальные работники все отмечали праздник профессиональный. Праздник очень молодой, да? В 2000 году, насколько мне известно, его учредили. Один из самых молодых профессиональных праздников. Вот как отмечали этот праздник, расскажите. Да, действительно, в 17 раз этот праздник проводился, организовывался, но сама профессия социальный работник была включена в список профессий в 1996 году. Как отмечался традиционно, и это и форум был на уровне федеральным форумом социальных проектов, где наша область представляла много проектов, которые заинтересовали другие субъекты. В частности, я на круглом столе представляла социальный проект «Жить долго, жить дома». Он заинтересовал многих, спрашивали меня, каким образом и как все это сделать, как организовать. Но действительно, у нас в области создана система, при которой с учетом нуждаемости предоставляются услуги в рамках закона. И новые формы, новые технологии мы внедряем. И когда человек, если нуждается в социальной помощи, социального работника, то мы максимально стараемся предоставить помощь таким образом, чтобы человек как можно дольше проживал дома. Для этого есть у нас нормативная база постановления губернатора области, есть законы, которым определены помощь опекаемым семьям, недееспособных граждан. Это целый дом-интернат, представляете, взяли в семьи и за это получают определенные суммы. Там, значит, вот такие люди, которые нуждаются в помощи, проживают. Приемная семья тоже 103 человека сегодня живут. Более 100 человек получают помощь персонального помощника. И вот объединив вот эти все услуги и предоставив возможность права выбора человека, ну и с учетом, конечно, нуждаемости, мы только в исключительных случаях направляем теперь в стационары. Была у нас проблема очередность, достигла она такой пиковой суммы, я скажу, ну цифры, не сумма, а цифры 480 человек. И как дальше? Вот мы открываем один стационар, второй, третий, и как-то очередь не сокращается, условия шикарные создаются там, а наоборот, значит, она увеличивается. И вот эти формы, которые были внедрены, новые, значит, они позволили нам сегодня в том числе, с учетом того, что мы открывали, у нас сейчас на очереди осталось 48 человек. Ну и в ближайшее время... Ну и порядок сократили очередь. Да, конечно, в 10 раз, да. Да, в 10 раз вообще очень много. Ну вот 103 приемная семья, 100 с лишним персональный помощник. Некоторые, значит, нуждающие сразу не одно, а 2-3 там услуги получали. И в том числе вот опека недельспособных, это тоже 164 человека. Ну я думаю вообще, когда человек живет дома, когда человек живет в домашних условиях, в квартире, это еще определенный психологический климат, так ведь? Ну, конечно же, особенно вот на селе приемная семья, человек привык, значит, к обстановке, рядом знакомые, близкие. Ну и, как правило, как складываются такие семьи? Это именно действительно соседи помогает. Иногда были случаи, когда и социальные работники брали к себе, при этом государство выплачивает определенную сумму, но на имущество, значит, претендовать та семья, которая берет на проживание пожилого человека, согласно законодательству, не имеет права. Ну и прежде чем вот создать такую семью, конечно же, ну подбираются люди, психологи работают, школы обучения, в течение месяца, значит, обучающие проводим курсы, рассказываем, как правильно и как вот помочь организовать жизнь и быт пожилого человека. Ну и, конечно же, обязательно контроль регулярно посещаем, уточняем, смотрим, значит, на связи, телефон. Если какая-то помощь, содействие необходима этой семье, то комплексный центр всегда готов прийти на помощь. Ну и действительно, да, хорошие условия в стационарах. Но привычная обстановка для человека, особенно в возрасте, это очень сложно. Это вот изменить, да, это вырвать из той среды и прийти в ту же красоту, все равно это вот надо какой-то барьер. Да, да, хотя у нас в каждом учреждении психологи, социальные работники, и как бы вот с теми, кто только вновь приходит, обязательно там проводятся беседы и организуются, особенно там вот кто из села приезжает, тут и встречи. Но все равно это, да, однозначно, да, человеку лучше там, где он живет. У нас есть звонок зрителя уже, давайте выслушаем его. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, уважаемая Любовь... Евгеньевна. Любовь Евгеньевна. Вот я когда-то обращалась к вам, месяца два назад, также прямой эфир. Я обращалась на то, что помогли мне хотя бы получить какой-то, ну, не санаторий, а парфилакторий, что ли, за боли. Ну, по льготной цене, да? Вы им пишали, вы сказали, оставьте свой телефончик, я вам позвоню. И вы телефончик почему-то не взяли. Ну, тебе противополит, дом отдыха. Потом от вас человечек позвонил и сказал, предложил в 17-м нюде, где будут свои пенсии высчитывать 75%. Это ради от вас помощь. Куда же нам пенсионерам деваться-то? Вы не ответили. Я... Я сейчас еще раз вам объясню, при каких условиях и что сегодня, какая возможность имеется предоставить путевку. Ну, это не отдых, но больше социализация. Социально-оздоровительная. Это не санаторий, это не профилакторий, это социальное учреждение. Да, действительно, 75% от пенсии в зависимости от того, сколько человек находится, значит, там проживает. Ну, как правило, это две недели. Значит, если пенсия, предположим, 10 тысяч, 75%, это 7500, ну, и 14 дней напополам, где-то, значит, ну, 3000 за две недели. Да, это законом определено, и такая форма социальной услуги предоставляется. К сожалению, ни федеральным законом, ни областным нет возможности сегодня предоставить путевку бесплатно в санаторий, профилакторий. Ну, к сожалению, нет такого. А что касается вот в наш учреждении, то мы готовы. Я извиняюсь, если я не смогла взять трубку, как правило, я со всеми разговариваю, и звонят. Вот буквально вчера звонила, значит, пенсионер обращался, сегодня несколько было звонков. Прием я веду, значит, видео прием проходит. И если меня нет, то замы всегда готовы, значит, ответить на любые ваши вопросы и помочь. Ну, если вот такой возможности у вас нет заплатить и там вот получить услугу, то, к сожалению, вот чем-то еще другим помочь мы не имеем возможности. Ну, как я понимаю, женщине, которая сейчас звонила, в итоге предложение это было сделано? Оно было, да, но она поняла из моего пояснения, я так думаю, что это бесплатно. Нет, это не бесплатно, это со скидкой, со льготой. Если вы пойдете в санаторий куда-то, то, значит, там в сутки где-то от полутора тысяч до трех. А здесь, значит, за две недели три тысячи с копейки, если 10 тысяч пенсии. Но если чуть больше, то, соответственно, там чуть больше расчет делается вот таким образом, что берется 75%, ну, и делится на столько дней, сколько человек находится там на проживании. Ну, и как я понимаю, такие вещи тоже не решаются по звонку, то есть человек, наверное, должен как-то прийти, обратиться, написать какое-то заявление и так далее. Как это выглядит технически, расскажите. Чтобы получить вот такое направление, путевку. Ну, во-первых, это вот в 17-м МЮДА, как женщина сказала, поселок Садовый. Очень хорошие условия, значит, и физиолечение, массаж предоставляется, и прогулки, досуг, и в бассейн они ездят, и на экскурсии. Очень хорошие отзывы. И вот, к сожалению, там всего у нас на 30 мест. Еще есть в геронтологическом центре «Ветеран», это в Киржаче, там только 20 мест. Вот 50 мест, которые мы смогли организовать. Во-первых, это дополнительная мера услуги. Не в каждой территории, не в каждом регионе есть такие вот социально-здоровительные. Ну, как правило, нет, насколько я знаю. Где-то, может быть, есть, организовано. Ну, вот у Ивановцев, по-моему, было такое одно отделение. Ну, и чтобы получить путевку, вот, на проживание туда на две недели, необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства. К сожалению, существует очередность. Желающих очень много. Хотя, вот, там действительно надо платить. Бесплатно мы не можем предоставить. Вот, бесплатно, если регион самодостаточный, не получает из федерального бюджета дополнительного финансирования, то регион может, значит, и закупать путевки, значит. Ну, это опять должен, значит, законодательное, должно законодательное собрание принять такой закон, что вот дополнительная мера. Но мы, наша область, к сожалению, не имеет возможности и права законодательного, потому что согласно формированию бюджета федерального, и в том числе нашего регионального, мы обязаны обеспечить вот те нормы закона, те права и льготы, которые установлены на федеральном уровне, но в полномочии переданы нам субъекту федерации. Если что-то мы дополнительное вводим, то мы должны изыскать источник. У нас, к сожалению, пока область вот получает средства из федерального бюджета, поэтому дополнительные меры мы вводить не имеем возможности. Хотя, скажу, что есть некоторые вот выплаты, которые дополнительно введены, но мы, значит, доказывали, что это действительно вот социально важно, и сегодня мы их осуществляем. Кстати, наша область богата пенсионерами, да, то есть количество пенсионеров у нас высокий процент по сравнению с другими регионами. Ну и вообще центральный федеральный округ здесь процент, он от 25 до 27, в среднем по России 22 процента, где-то там в северных районах там чуть меньше. А наша область действительно вот старшего поколения, у нас более 400 тысяч пенсионеров. Ну и следует сказать, что 9,5 миллиарда рублей проходит через систему социальной защиты населения, это выплаты более 7 миллиардов, и там около 2 миллиардов, значит, это вот социальные услуги. Это стационары дома-интернаты, это социальные революционные центры для детей, значит, это комплексные центры, это соцуслуга на дому, это и отдых детей из малообеспеченных семей, многодетных семей. Вот эти все расходы, значит, они сегодня у нас, ну, значительно, можно сказать, выше других регионов близлежащих, вот, поскольку и численность у нас с вами больше, ну и так вот сложилось, что область, администрация области уделяет вопросам социальной политики, поддержки, мер поддержки. Вот очень хорошие меры поддержки, социальный контракт. 60 тысяч семья может малообеспеченная получить для того, чтобы, например, подсудное хозяйство завести, или заняться предпринимательством, или направить эти деньги на получение профессии. Да, в других тоже регионах есть, но вот у нас 60 тысяч, знаю, что у соседей чуть меньше, и у нас вот более, значит, 100 семей, там больше половины из многодетных, они вот эти средства получили, они кто корову купил, кто-то еще там что-то для подсобного хозяйства построил. Люба Евгеньевна, давайте обязательно к социальному контракту вернемся, на линии давно ждет зритель, ответим ему. К сожалению, как я понимаю, звонок сорвался. Напоминаю, что эфир у нас прямой, 44-40-47, у вас еще есть возможность позвонить к нам в студию, задать свой вопрос. И возвращаясь к социальным работникам, к празднику, у нас есть сюжет о целой династии социальных работников, давайте его посмотрим. Эта история началась более 20 лет назад. Галина Витальевна Егорова работала на заводе инженером и иногда помогала пожилой соседке по дому, покупала ей продукты. Однажды решила пойти в Собес и попросить, чтобы одинокой бабушке выделили постоянного помощника. В итоге сама осталась здесь работать. И когда я приходила домой, я рассказывала своим домочадцам, вот моим детям Наташе, Тане у меня и своей семье, что как тяжело одиноким, что нужно внимание, нужно сострадание, нужна любовь. Мама Галина вложила эти жизненные принципы в своих дочерей. Обе они сегодня трудятся в социальной сфере. Младшая Татьяна работает в Ленинском управлении соцзащиты специалистом в отделе выплат детских пособий, а старшая Наталья в комплексном центре социального обслуживания населения. Я воспитывалась в добре, внимании и понимании мамы. Видя ее пример, как она относится к пожилым людям, ее работу, я уже сразу поняла, что пойду работать именно в социальную сферу, чтобы помогать людям, оказавшись в трудной ситуации. А таких за 14 лет работы Наталья встретилась немало. Сейчас у нее на сопровождении шесть семей с детьми-инвалидами. Также Наталья ведет прием, консультирует, помогает оформить документы. Часто за помощью обращаются люди с ограниченными возможностями, которым нужна инвалидная коляска, костыли или трость. В центре есть пункт проката, а Наталья оформляет договор, идет на склад и вот столь необходимый предмет помощника в руках у пожилой женщины. Популярны среди пенсионеров и уроки компьютерной грамотности. Александре Федоровне осваивать новейшие технологии непросто, но она старается. Чтобы записываться в поликлинику в электронной регистратуре, да и просто скрасить свое одиночество. Даже можно и песенки послушать, найти. Можно вот и в карты поиграть с компьютером, потому что я живу одна, мне скучно. А чтобы подопечным не было скучно, соцслужбы организуют их досуг. Это различные клубы по интересам, посещение театров, кино, поездки и, конечно же, творчество. Больше всего рукодельницам нравится вместе с Натальей и Галиной делать брошки и разговаривать. Одиноким людям нужно общение. А если есть общение, человек возбуждается, рождается, ему стремится к жизни, понимаете? А если нет этого общения, он очень грустный становится и даже унылый. А так, видите, мы все улыбаемся и все счастливые. Социальные помощники оказывают также социально-реабилитационные услуги. Более пяти лет Наталья и ее коллеги помогают семье Шичковых. У их дочери Сони сложный диагноз. Оказывают большую помощь, поздравляют со всеми праздниками, с днем рождения, с 8 марта, с Новым годом поздравляют. Приходят Дед Морозы, Снегурочки, дарят подарки. Подарили прогулочную коляску, чтобы гулять было удобнее, комфортнее. Добро всегда возвращается. Подопечные Натальи относятся к ней с благодарностью и даже преподносят маленькие сюрпризы. А она, в свою очередь, не устает дарить людям свою заботу, внимание. И все это, признается Наталья, благодаря примеру мамы Галины. Их династия соцработников на этом не закончится, уверены женщины. Екатерина Старикова, Светлана Барашкова, Алексей Ковалев, Дмитрий Анатольев. Телеканал «Вариант». Такая прекрасная семья. Много ли таких семей, действительно, династий социальных работников, людей, которые идут помогать людям, для которых это дело целой жизни, целой семьи? Ну, вот мы из Владимира посмотрели, я знаю, есть в Коврове такая семья, есть в Селивановском районе мама с дочкой, есть в Петушинском муж и жена. Ну, в общем, так получается, что вот по стопам родители идут, и в том числе и дети приходят в нашу систему, работают. А почему так, как вы считаете, поздно это или, наверное, вовремя появилась сама профессия социальный работник? Ну, вот в 96-м году, я уже сказала, когда впервые мы стали организовывать такие отделения соцпомощи на дому, но и первые шаги казались, придет чужой человек в семью, будет оказывать помощь, а какую конкретно? Тогда еще не было порядка, не было системности, но и как бы все-таки мы не видели развития перспективы и будет ли востребовано. Хотя в Европе это уже было, но там несколько другая, значит, смысл самой профессии. На сегодня мы видим, что это очень востребовано. Зачастую даже есть дети, но они где-то далеко живут. И социальный работник приходит, помогает прибраться, покушать, приготовить, платежи заплатить, ну и просто даже побеседовать. И то, что вот каждый день иногда приходится навещать, сегодня такая возможность есть. В зависимости от нуждаемости, перечень услуг, значит, в индивидуальной программе предоставления социальных услуг все это прописывается. Ну и вот начинали мы тогда где-то у нас, наверное, в городе первые службы такие, и, может быть, где-то человек 16 было социальных работников, сегодня уже более там полутора тысяч именно тех, кто приходит домой и помогает пожилым и инвалидам. Каким образом поддерживаете боевой дух работников? Потому что работа очень эмоциональная, требует большого эмоционального напряжения все-таки. Да, есть термин выгорание, выгорание вот в этой профессии. И одна из социальных работников, которая в конкурсе участвовала, она пишет в своем эссе. Собрали, значит, и психологи стали разговаривать на тему выгорания. Мне некогда было слушать, я думала, что завтра купить одной бабушке, второй, третий. Потом, когда закончилась лекция, сказала, что я на досуге подумаю, что такое выгорание. Ну и какое может быть выгорание, если надо, значит, чтобы глаза горели, чтобы сердце было горячим, и в руках, чтобы все горело, все быстро делать надо. Вот такие социальные работники именно с доброй душой, если они пришли в эту профессию и отдают свое тепло, то, наверное, вот он будет работать, и тогда это навстречу будет идти. А если человек пришел, и, значит, эта профессия не его, то лучше, наверное, не приходить. У нас есть звонок зрителя. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Можно говорить? Да, да, слушаем вас. Я вот только что приехала из поселка Садовый. Так. И довольна всем обстановкой, какое оборудование, все очень красиво, все хорошо. Но нужно бы обратить внимание на помощь медицинскую пожилым людям. Она не очень была на уровне. Пять только массажей, пять там магнитов, и на этом все ограничилось. Питание очень было невкусное. Невкусное, да? Невкусное. Спасибо, что сказали. Очень много было. Каждый день были жалобы. Ходили на кухню, и там у нас была из вязников женщина компетентная очень в этом плане. И она каждый раз ходила выяснять, почему такое невкусное готовит питание. Сколько времени вы там были? Вот на это обратить нужно внимание особенно. Сколько времени вы там отдыхали? Отдыхала я там 12 дней, заплатила 6300 рублей. Спасибо, спасибо большое за вашу работу. Ну, на сенсии, наверное, все-таки побольше, да? Значит, ну, спасибо, что сказали. Мы обратим обязательно на это внимание у нас для того, чтобы вот и как-то лучше готовили, и красиво соревровали. Мы ежегодно проводим конкурс на лучшего повара. Ну, и как-то пока вот учреждение у нас работает всего чуть больше года, да? И, ну, вот несколько поваров там сменилось, и действительно не очень вот качественно. И есть, были обращения. Но еще раз обратим, съездим, проверим обязательно. Что касается медицины, вот в этой связи хочу что сказать. Согласно закону об основах социального обслуживания, там вообще нет медицинских услуг. Это как дополнительная мера, мы это организуем за счет бюджета, делаем, но это вот сегодня не в рамках закона. Но все-таки мы посмотрим и как-то постараемся, чтобы все-таки побольше, значит, процедур, если показания есть, чтобы побольше процедур, значит, приезжающим обязательно организовали. Ну, Любовь Евгеньевна, согласитесь, 12 дней, 5 массажей, 5 еще каких-то процедур. Ну, да, там экскурсии, бассейн регулярно ездит, бесплатно бассейн мы там посещаем, они гуляют, какие-то концерты для них организуют. Ну, вот это как бы все, ну, вот 6 тысяч, значит, заплатила женщина. Все равно это деньги, это пенсия, она там, и коммунальные платежи надо. Но то, что мы организовали, вот даже в начале, значит, обратившись и сказала, что неплохо. Но вот если бы, наверное, она была в Киржаче, там вот с питанием вопросов вообще сегодня нет. Там заказная система, и уже проживающая у нас там часть людей, кто живет постоянно, а часть вот приезжает отдыхать. То есть, что хочется, то и заказывает, то и организует, и готовит, очень вкусно. Так что будем и здесь организовать так, чтобы не было обращений и жалоб. А это спасибо, что сказали. Спасибо большое. Сейчас небольшая реклама на телеканале «Вариант». Не переключайтесь. Вечер во Владимире в прямом эфире. Напоминаю, наши гости сегодня, директора Департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области, Любовь Евгеньевна Кукушкина. И у нас уже есть звонок зрителям. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слышим. Здравствуйте, меня зовут Валентина Михайловна. Любовь Евгеньевна, у меня к вам вопрос такого характера. Кто может дать заявление, что пришел соцработник? Так, значит, какой возраст, значит, инвалидность, сколько он должен платить за то, что соцработник будет приходить? У меня тетка 86 лет, инвалид, но она платит за посещение. Это так должно быть? Спасибо большое за ваш вопрос. Спасибо за вопрос. Ну, вот, согласно закону, значит, чтобы определить, в какой социальной услуге нуждается человек, необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения. Либо сам человек обращается, либо его родственник, либо общественной организации. Но с согласия человека, если он дееспособный, то только с его согласия. Заполняется индивидуальная программа предоставления социальных услуг. Вот если услуга на дому, бесплатно предоставляется, если доход пенсионера и инвалида вместе с пенсией, вместе со всеми выплатами, сегодня, согласно закону, все выплаты учитываются, не превышает полтора прожиточных минимума. Значит, если выше, то там уже идет расчет. При этом человек может выбрать, какие услуги ему необходимы. Например, приготовить, покушать, сходить там, значит, заплатить за коммунальные платежи, сделать, убраться, значит, ну и много-много там целый перечень. В зависимости от этого можно таким образом, значит, ну, предположим, если уборка, там, 36 рублей стоит. Ну и весь перечень у нас есть на сайте департамента, в том числе в каждом учреждении. Но конкретно сколько будет стоить расчет, необходимо знать, значит, какой размер пенсии, какие выплаты он получает. Значит, чтобы точно вот этот размер знать и расчет вам произвести, можно будет позвонить, если это во Владимире, комплексный центр социального обслуживания населения, там, Ченцова Елена Владимировна. Либо можете к нам позвонить в департамент, в отдел, который у нас занимается этими вопросами. Можно по телефону 54-54-40 Наталья Викторовна, вот, тоже скажите все данные по человеку, и тогда мы скажем, сколько это будет стоить. Бесплатно обслуживаются, значит, только те, у кого доход общий совокупный, как я сказала, ниже полутора прожиточных минимумов. И бесплатно обслуживаются у нас инвалиды войны и участники Великой Отечественной войны. Так, согласно федеральному закону, и в том числе такие нормы приняты на уровне области. Ну, как я понимаю, расчет-то уже был сделан, если социальный работник в ходе? Значит, расчет был, вероятно, сделан. Может быть, по всем, значит, услугам. И, возможно, какая-то большая сумма при этом сложилась. Ну, где-то вот в пределах тысячи в месяц, не более, мы смотрели. Ну, если уж у кого-то там пенсии по 30 тысяч, то там чуть больше, значит, получается. А так можно сделать, посмотреть именно по услугам. Конкретно, по конкретной, не весь перечень, значит, брать, а те, которые только необходимы. И тогда там сложится сумма, она, может быть, будет значительно ниже, чем ежели вот брать по полному, значит, перечню тех услуг, которые сегодня включены и по которым предоставляется вот услуга. А, кстати, какие-то изменения вот в сфере социального обслуживания населения на сегодняшний момент есть, нет? Ну, вот изменения, конечно, закона об основе социального обслуживания, он внес определенные коррективы, но при этом службы и учреждения, которые были, так и они остались. Но, чтобы получить социальную, значит, услугу какую-то определенную, либо в стационар, значит, если ты желаешь и у тебя необходимость в этом есть, при этом необходимо, значит, вот обратиться и будет составлена индивидуальная программа предоставления социальных услуг. Ну, как бы это полис, по которому человек может пойти. При этом ведь сегодня не только государственные учреждения, сейчас развиваются и как раз на это и законы направлены, дают возможность участвовать в предоставлении услуг НКО, некоммерческие организации, частный бизнес. И президент об этом говорит, и по поручению губернатора области у нас принята дорожная карта по развитию НКО, чтобы была возможность права выбора и конкуренции. В реестр поставщиков социальных услуг у нас сегодня включено 15 уже НКО, а в прошлом году у нас где-то 6 предоставляло услуги. Около 17 миллионов направлены им для предоставления, оказания помощи. Ну, наверное, все слышали, открылся у нас частный дом-интернат, и 100 человек там сегодня проживают, за них областной бюджет перечисляет средства. Ну, и вот индивидуальная программа, она дает право выбора, где есть свободное место, где она хочет получить эту услугу, и за ней как бы пойдут деньги, которые вот в бюджете предусмотрены. Ну, и как раз вот там указывается, или же, значит, соцуслуга на дому, или стационарная услуга, или, возможно, социальное сопровождение семьи требуется, когда необходимость содействия, там, семья, предположим, в трудной жизненной ситуации, дети, значит, семья неблагополучная. Вот здесь и психолога консультации содействуют, возможно, в получении каких-то дополнительных мер поддержки. Кроме того, может быть, есть необходимость оформления каких-то документов, то мы тоже оказываем содействие. Либо в получении медицинской помощи, значит, мама, там времени нет, многодетная семья, мы здесь содействуем, помогаем этой семье. Вот на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг предоставляется все социальное обслуживание. Это так определено сегодня законом. Ну, и куда обращаться? В отдел социальной защиты населения по месту жительства. Либо в другие учреждения, это и комплексные центры, это и социальные реабилитационные центры. Они так или иначе помогут вам все это сделать и, значит, обратятся именно к тем специалистам, которые заполняют вот эти индивидуальные программы. У нас еще один звонок зрителя. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Киева Роза Хамзайовна. О, Роза Хамзайовна, добрый вечер. Спасибо. Добрый вечер. Спасибо за вашу доброту, за ваше внимание, когда я была очень тяжело и больная. Низкий вам поклон. Ну, наверное, всего-всего доброго. В настоящее время я получила инвалидность второй группы и потихонечку на 3-4 часа работаю. Роза Хамзайовна, это вам спасибо. Вы организовали фонд, который столько помогает и оказывает содействие. И когда, значит, боевые действия, там, ребята были наши раненые, вы ездили, помогали. Когда с Украины, значит, беженцы к нам приехали в нашу область, вы тоже здесь оказывали помощь огромную, да? Вот. Ну, а сегодня социальный работник, вот, к сожалению, ваша болезнь потребовалась. Я спасибо вам говорю, что вы благодарите наших специалистов, которые к вам приходят. Но вам здоровья и удачи, самое главное, да. Здоровья. Хотелось бы вернуться к социальным выплатам. Эти новости уже прозвучали у нас сегодня в выпуске новостей. Я знаю, что по вашему представлению... В законодательном собрании сегодня было, да, и закон, проект закону представлялся, да. Расскажите подробнее еще раз. Да, проект закона, это о выплатах семьям, супружеским парам, которые прожили 50, 60 и 70 лет. У нас с 2013 года такой закон принят по предложению губернатора области. И более 2000 таких семей ежегодно получают эти выплаты. Очень социально значимые. Вот, благодарности много от семей, от родственников, от детей поступает. Ну и в этом году, к сожалению, вот действие этого закона заканчивалось. По поручению губернатора я сегодня представляла на законодательном собрании. Депутата поддержали, пролонгировали его. Ну и как получить, обращения у нас бывают, и на сайт вопросы задают, и по телефону в том числе спрашивают. Действительно, мы мониторим и уточняем, но все равно всех мы не можем знать, что действительно вот юбилей наступает. Не все в ЗАГСе, там где-то кто-то приехал когда-то. Но вот что нового, значит, в этом законе скажу, что со следующего года, с 1 января, право будут иметь жители Владимирской области, семьи, пары, которые прожили 50, 60, 70 лет. Но до этого, значит, не менее 10 лет проживали именно в нашей области. Куда обращаться? В отдел социальной защиты населения. Необходимо будет представить заявление либо от одного супруга, от другого согласия, куда перечислить деньги. Но свидетельство о браке и, конечно, паспорта с пропиской именно здесь у нас в области. Ну, можно поздравить только Владимирцев с тем, что закон продолжает жить, продолжает работать. У нас еще один звонок зрителя. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Алло. Добрый день. Добрый день. Надежда Павловна, ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. У меня маме 91 год. Ей платили 1200 как по уходу. Был устроен человек. Сейчас отменили, так как он устроился на работу. Официально там. Может ли она какую-то помощь получать? Вот по уходу, значит, выплаты осуществляются через пенсионный фонд. И действительно там должен быть заключен договор, соглашение, согласно пенсионному законодательству с человеком, который является трудоспособным и не работает. Пока закон не менялся. И если нет такого человека и не заключен договор, насколько я знаю, вот согласно существующему законодательству, пенсионный фонд эти выплаты не осуществляет. Но надо обратиться, может быть, что-то, какие-то изменения будут. Или же, значит, вот все-таки постараться найти человека, который бы действительно мог осуществлять уход и получал эти средства. Спасибо большое. Любовь Евгеньевна, что на сегодняшний день больше всего волнует наших граждан? С какими вопросами чаще всего обращаются к вам в департамент? Знаете, вот сказать, что очень часто обращаются. Сегодня информация настолько доводится до жителей области и приближается именно к населению и возможности в электронном формате. Телевидение разъяснение дает, встречи организуются. Я веду приемы в департаменте, значит, в администрации области. Сегодня практически приемы. Да, сегодня рассказываю. Но сегодня как-то меньше и возможностей. Кроме того, каждый четвертый четверг каждого месяца значит, видеоприем провожу со всей областью. Значит, студии в городах и районах, они находятся в отделах соцзащиты, на прямой связи, на прямой линии. Вот сколько людей есть, сколько есть вопросов, я готова, отвечаю. Ну, какие вопросы бывают? Вот закон там принят был, когда социальные помощи, социальную стипендию может получать молодой человек, который обучается. Разъяснения давали. Но мы оперативно, значит, везде, и в том числе и в учебные заведения, и направили департаменты, чтобы они разъяснения такие давали. Как-то быстро, вот уже смотрим, и нет вопросов, да. Но обращаются чаще не за разъяснениями, а оказать содействие и помощь по тем или иным вопросам. Ну, вот в частности, вопросы были, что очередность у нас в стационаре. Сейчас она у нас, смотрите, практически ее нет. Остались в очередь только те, кто сегодня проживает и находится на излечении в психиатрической больнице. Ну, вот до конца года мы обязательно эту очередь будет ликвидирована, всех разместим. Ну, и к тому же, вот сейчас завершается строительство, реконструкция в Вязниках дома-интерната, открытие где-то август-сентябрь. Ну, и, в общем, вот эта проблема будет решена. А кроме того, обращение в том числе и оказать помощь, содействие, когда вот срочно и нет денег, какие-то вот вопросы возникают в семье. Здесь мы, конечно, разные варианты. И вот социальные контракты, социальная помощь единовременная. Ну, и кроме того, и спонсоров ищем, чтобы помочь семье. Такие вопросы бывают. Да, все возможны. Три минуты у нас буквально остается до конца эфира. На линии зрителей давайте успеем ему ответить. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Да, мы вас слушаем. Алло. Да, говорите, пожалуйста. А не подскажете мне такой вопрос, вот у меня у родителей было 55 лет совместной жизни, а как-то 55 лет? Нет, вот значит согласно принятому закону у нас в области 50, 60 и 70, 55 пока такой возможности нет, это дополнительная мера поддержки, но насколько я знаю органы местного самоуправления, вот такие семьи чествуют и какие-то подарки, сувениры организуют и поздравления в том числе. Ну а выплаты согласно закону пока вот только юбилейные даты, которые я назвала. Достаточно популярный этот закон, да, среди владимирцев, многие знают, я про социальные выплаты. Да, действительно о нем знают, если посмотреть как среди других субъектов, вот в 11 территориях и размер выплат от 2 тысяч до 20, даже город Москва там 20 тысяч. А говорят, что в Москве все выплаты всегда больше, да? Ну там больше выплат действительно, и Москва имеет возможности. Ну здесь вообще сравнивается. Бюджет другой, и они имеют право, значит, формировать так с учетом вот потребностей, с учетом приоритетов выстраивают это. У нас вот, к сожалению, я уже говорила, значит, все-таки мы дополнительные средства значительно получаем из федерального бюджета. Поэтому вот формирование бюджета, есть постановление, в рамках которого мы формируем, и, конечно, вот с учетом того, что сегодня, как поступает средство бюджет, организуем. Но то, что вот это дополнительные меры, это значительные суммы, и то, что число семей таких возрастает, мы это видим реально. Ну и вот в 11 только регионах, и то это стало позже, после того, как был уже организован у нас. Ну, я думаю, что семей, которые проживут и 50, и 60 лет, будут становиться только все больше и больше. Обязательно. Даже вот кто-то получил уже 50, спрашивает, а дальше 60, я смогу. Стима. Конечно, говорю, сможете, обязательно. Но если вот я даже на ЗС привела цифры 70 лет, ну, казалось бы, первый год действительно ни одной семьи не было. На второй год, значит, одна, а потом, по-моему, 3, 7, и вот в этом году уже 10 семей получили, да. Есть к чему стремиться. Спасибо большое. Напоминаю, наши гости сегодня директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области Любовь Евгеньевна Кукушкина. Любовь Евгеньевна, большое спасибо, что нашли время прийти сегодня к нам. Вам спасибо.